Всем привет! С вами Русалина и мы на видео канале, который посвящен лепке из полимерной глины. Друзья, в этом мастер-классе я покажу вам свой способ изготовления анютиных глазов. Вы знаете, насколько я люблю прощать и ускорять процесс лепки, вот и в данном уроке мы не будем составлять отдельные трусти для каждого лепестка. Мы всего лишь делаем пласт с плавным переходом цвета и из него будем формировать различные по цветовой гамме цветочки. Для работы нам понадобится полимерная глина салатового, фиолетового, желтого, голубого цвета, стыки с шариком, диаметр головки 5 мм и 2 мм, проволока диаметром в 0,4 мм, круглогубцы, катер круглой формы, я использую как всегда концевик металлический диаметром в 5 мм, черная акриловая краска, скалка или паста машина и лезвие. Возьмите полимерную глину фиолетового, голубого и желтого цвета в равных пропорциях. Размягчите пластику и сформируйте из нее небольшие квадратики. Лезвием разрежьте крайние квадраты по диагонали, а средние на треугольники. Уложите половинки друг на друга и сложите все три оттенка в единый пласт. Хорошенько прижмите пластику друг к дружке и расплющите пальцами этот пласт. Теперь с помощью паста машины или скалки сделайте пласт с плавным переходом цвета. В итоге у вас должен получиться трехцветный пласт толщиной в 1,5 мм, на котором будут видны четкие линии перехода. Возьмите пищевую пленку, накройте ею поверхность пласта и каттером круглой формы, маленького размера вырежите множество одинаковых кружочков. Обратите внимание, что я вырезаю сначала кружочки в тех местах, где у нас переход цвета. Причем стараюсь захватывать в одном кружке сразу два цвета. Затем нарезаю кружочки уже из чистых оттенков желтого и фиолетового. Снимаем пленку, отделяем кружочки, которые остались на пластеле пленки и начинаем формировать лепестки. У нютиных глазок верхние лепестки самые крупные и, как правило, они однотонные. Поэтому возьмите два фиолетовых кружка, соедините их, пальцами слегка расплющите, придайте форму капельке, затем уложите на середину левой ладони и стеком-шариком вытяните только круглую часть капли. Лепесток должен быть с четко ровной линией и круглым. Быстрым рывком отсоедините лепесток от ладони. Аналогично сформируйте второй лепесток фиолетового цвета. А вот лепестки второго ряда будут меньшего размера. И соединять два кружочка здесь не нужно, хватит одного. Выберем заготовку лепестка с переходом цвета. Придадим ей сначала форму капельки и аналогично крупным лепесткам. Уложим на ладонь и вытянем пластику. Нижний лепесток антиных глазок имеет такой внешний вид, будто два лепестка срослись вместе. Этот лепесток напоминает сердце. Возьмите желтый лепесток, придайте ему форму капли и вытяните его в длину. Этот лепесток должен быть овальным и продолговатым. Возьмите еще один желтый кружок и тоже сформируйте продолговатый лепесток. Теперь возьмем оба желтых лепестка, уложим их нахлёст друг на друга, чтобы их узкие части наложились друг на друга. И прижмем их стеком-шариком, то есть шов вместо стыка двух лепестков должен разгладиться. Лепесток приподняться, таким образом мы и получаем сердцевидный лепесток. Приступаем к сборке цветка. Собирать будем прямо на рабочей поверхности. Берем два крупных фиолетовых лепестка и размещаем их максимально близко друг к другу, соединяя их узкими частями. Берем два лепестка с переходом цвета и размещаем их посредине цветка, поверх фиолетовых лепестков. Сердцеобразный лепесток желтого цвета подхватываем стеком в узкой части и присоединяем лепесток, размещая его узкую часть ровно по центру цветка. Вот такой цветок у нас получился. Теперь можно поиграть с лепестками, создать лепестки разных оттенков. А вот комбинируйте такие оттенки в цветах, так как вам подсказывает ваша фантазия и настроение во время лепки. Вот из такого маленького трехцветного пласта можно создать 7-10 цветочков с разным окрасом. Не надо создавать огромное количество тростей, заморачиваться с переходами цвета для каждой трости. Можно просто создать один разноцветный пласт и на его базе сформировать огромное количество разных цветов. Перед обжигом в каждом цветке ровно по центру нужно сделать сквозное отверстие. Вот теперь отправляем цветы на обжиг в духовой шкаф. Время и температуру обжига смотрите на упаковке вашей марки глины. Подготовим проволоку длиной в 5-7 см. Круглогубцами сделаем петельку и сплющим ее. Пропускаем сквозное отверстие цветка проволоку так, чтобы ее длинный стержень выходил за цветком, а петелька была на цветке ровно по центру. Сплющенную петельку опускаем вниз. Укладываем горизонтально по отношению к поверхности цветка. Берем глину салатового цвета и небольшим кусочком этой пластики закрываем заднюю часть цветка и проволоки. Хорошенько прижимаем пластику к цветку. Берем иголочку или стек с маленьким шариком и растягиваем пластику у основания цветка в разные стороны. Имитируем таким образом плодоножку. Петельку проволоки на лицевой стороне цветка закрываем маленьким шариком из пластики желтого цвета. Прижимаем шарик с дотсом маленького диаметра, делая углубление в его центре. Еще раз ставим такие цветочки на обжиг в духовку. После обжига нам нужно будет взять акриловую краску черного цвета, тонкую кисть и нарисовать на лепестках черные полоски, выходящие из центра цветка. По желанию цветочки можно покрыть лаком. Вот такие простые и легкие влепки анекдоноглазки у нас получились. Если до этого урока вы считали, что формирование подобных цветочков процесс очень трудоемкий, теперь вы видите сами, насколько просто и легко они могут создаваться. Ссылочки на уроки по сборке подобных веночков вы сейчас увидите на своем экране. Надеюсь, этот урок, как и многие предыдущие, был полезен и информативен. Подписывайтесь на мой видеоканал, ставьте лайки, следите за новыми мастер-классами. Ну а на сегодня, друзья, я буду с вами прощаться. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok